Хадис от Муаввия, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, «Мэй юриди лягу би хайра юфақиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, тому дает понимание религии. Хадис привели оба имама. Хадис сообщает о том, что если Аллах хочет блага для какого-то человека, то делает его фақихом. Фақихом в значении человеком, знающим и понимающим религию, ее премудрости, хукмы, установлении этой религии. На самом деле это понимание, это знание касается не только установлений, связанных с практическими законоположениями, то есть как совершается намаз, или как нужно соблюдать пост, или с вопросами торговли, то есть не только вопросы законоположений, практических, но включает в себя, включает в себя прежде всего знание правильной акиды, знание правильных убеждений. И это на самом деле, братья, правильные убеждения, и деяния сердца, и знание, познание сердца, это есть аль-фикх, аль-акбар, как называют его ученые, то есть великий фикха. Здесь речь идет не только о знании фикха в привычном нашем понимании, то есть знании практических законоположений, а речь идет о понимании религии вообще, и сюда входит прежде всего аль-фикху аль-акбар, большой фикх, то есть знание акиды. Что такое акида? Акида – это твои представления, убеждения о том, каков твой Господь. Что полагается твоему Господу? Твои познания об Аллах, и о тех вещах, о которых сообщает Всевышний Аллах, связанных с сокровенным. На самом деле, вот это вот понимание в религии – это путь к счастью. Если ты хочешь, чтобы Аллах, если ты хочешь блага, если ты хочешь, чтобы Аллах, желал тебе блага, но кто-то не хочет, и желал, чтобы Аллах желал ему блага, не найдется того. Каждый хочет, чтобы Аллах ему желал добро. Ты хочешь этого, разъясняет тебе этот хадис, путь к этому. Ты хочешь, чтобы Аллах оказывал тебе добро, для тебя желал добра – да. Так значит, обретай понимание религии, изучай религию Аллаха, субхану ата'али. Этот хадис побуждает нас к изучению религии Аллаха, субхану ата'али. Награда этого, посмотрите, какая велика. Аллах хочет для тебя блага. Если сам Аллах хочет для тебя блага, чего тебе надо еще? Другой вывод из этого хадиса, что воля Аллаха, субхану ата'али, у нее могут быть какие-то признаки, которые мы видим. То есть мы-то сами не можем знать, что Аллах, субхану ата'али, желает какому-то человеку. Благо ли ему желается, или зло ему желается, мы не можем знать. Но есть некоторые признаки, которые могут указывать нам на волю Аллаха, субхану ата'али, в отношении этого человека. В частности, если мы видим, что Аллах дает какому-то человеку понимание религии, это признак, указание на что? Что значит Аллах хочет этому человеку блага. Что касается слов «юфаккиху фиддин», дает ему знание, понимание, в чем? В религии. Это значит, вот это награда. Это великое счастье, что Аллах хочет в себе блага. Это касается именно чего? Именно знания какого? Религиозного. Хорошо, а можно ли взять обратный вывод из этого хадиса, что если ты видишь какого-то человека, что Аллах не дает ему знания, и он не приобретает знания, что это указание на то, что Аллах, субхану ата'али, не хочет блага этому человеку? Да, во многом так. Если человек лишен понимания религии, значит, он лишен блага. Хорошо. Поэтому обратный вывод, братья, заставляет нас остерегаться чего? Того, чтобы быть невежественными в религии, потому что из-за этого невежества в религии горькие плоды. Горькие плоды, горечь которых вкушаешь, как ты сам, так вкушают окружающие. И умма исляма вкушает эти горькие плоды нашего невежества. Чем меньше знания, тем меньше добра, тем меньше блага в нас. Другое вот из этого хадиса, это, конечно, благая весть. Благая весть для людей. Если Аллах тебя наделил пониманием религии, это значит, Аллах, субхану ата'али, хочет тебе блага. Кто-то может сказать, А разве мы не видим таких людей, которые имеют достаточно много знаний в религии, но при этом они нечестивые, при этом они совершают грехи, ослушиваются Аллах, в них признаки нечестия. Что мы скажем? Но хадис говорит о ком? Хадис говорит о факихах, то есть о людях, понимающих религию. Но не говорит этот хадис про кура, просто чтецов. Есть разница между чтецами, то есть те, которые просто имеют информацию, но не следуют за этим знанием, и факихами, те, которые понимают своими сердцами эту религию. Хорошо? Осознают это, понимают премудрости религии и следуют тому, что они знают. Хорошо? Хадис говорит о ком? Афакиха, афукаха. А не о ком? А не о кура, а не просто о чтецах. Поэтому Абдулла ибн Масуд, у него замечательные слова. Он сказал, что будет с вами, если, каково будет ваше положение, когда будет среди вас много чтецов, и будет мало среди вас факихов. То есть те, которые понимают религию по-настоящему. Факих – это тот, который знает религию, и тот, который следует за ее установлением и поклоняется Аллах, в соответствии с тем знанием, которым он его наделил. Тот же, кто не делает этого, тот не является факихом, понимающим религию. Пусть Аллах сделает нас из тех, кто знает, понимает его религию, кому Аллах желает блага.